Чуть больше года назад в Ивановскую область пришли электронные больничные листы. Вместо получения бумажного документа теперь можно оформить цифровую копию. Это гораздо удобнее не только для работодателя, но и для самого пациента. На старте инновационный проект буксовал. Регион был в числе отстающих по стране. Сейчас ситуация очень кардинально исправилась. С начала этого года мы провели очень много совещаний, мероприятий, которые помогали поликлиникам и страхователям, чтобы войти в электронный листок. Мы сейчас находимся в первой половине по статистике, по электронной выдаче и листкам способностей Российской Федерации. За 9 месяцев 2018 года жители региона оформили свыше 33 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Со временем эта цифра только растет. Самой прогрессивной по этому показателю оказалась 7-я Ивановская горбольница. В каком формате получить больничный листок решает, конечно, сам пациент. Многие об электронном больничном слышат впервые. На самом деле изначально все начиналось не так просто и все новое, как всегда, воспринималось штыки. Но каждый врач у нас информировал пациента о том, что есть возможность получить электронный больничный лист как альтернативу бумажному. Сейчас это пользуется популярностью. Пациенты сами с удовольствием просят выдать ему электронный листок нетрудоспособности. У цифрового документа есть ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, его невозможно испортить или потерять, как это часто случалось с бумажной версией. Во-вторых, работодатель сразу получает его из электронной базы. Экономится время. Кроме того, это экономически выгодно. Печать бланков с высокой степенью защиты – весьма затратное дело. Я каждого пациента спрашиваю, принимают ли на работе электронный больничный лист. Если принимают электронный, мы оформляем электронный. Они заполняют бланк согласия на электронный больничный лист. И тогда я уже выписываю электронный больничный. Но есть организации, в которых еще не принимают электронный больничный. Выписываем старого образца. Сейчас электронный документ принимают во всех государственных структурах и во многих частных компаниях. Впрочем, полностью переходить на цифру пока не планируют. Каждый может оформить себе больничный на бумаге. Его на работе также обязаны принять.